Пенсионный фонд Волосовского района информирует, в целях совершенствования взаимодействия с плательщиками страховых взносов введен новый электронный сервис, личный кабинет плательщика тире работодателя. Главный плюс нового сервиса в том, что он позволит плательщикам страховых взносов экономить свое время. Помимо возможности оперативно отслеживать состояние счета, предприниматели без каких-либо усилий смогут уже в готовой форме оформить платежный документ. Кроме того, личный кабинет позволит снизить количество ошибочных платежей. О возможностях новой услуги рассказала заместитель начальника управления Ирина Бессонова. Личный кабинет налогоплательщика – это специально разработанный программный комплекс, который помогает нашим страхователям уплачивать страховые взносы, отслеживать перечисления страховых взносов, начисления страховых взносов. Работает он в двух режимах. То есть можно с регистрацией работать, можно без регистрации. Без регистрации ограниченный доступ. То есть они только зайдут, посмотрят платежи и в принципе все. Если зарегистрироваться, то там расширены. Можно посмотреть начисление взносов, можно посмотреть уплату взносов, можно изменить свои какие-то регистрационные данные. То есть сервис очень интересен, экономит время, сокращает время и нам, и плательщику соответственно, дает полную информацию. То есть в режиме реального времени он может посмотреть всю свою информацию по пенсионному фонду. Это в интернете сайт? Это сайт, конечно, в интернете. Для расширенного доступа нужно зарегистрироваться, нужно прийти в пенсионный фонд, подать заявление, зарегистрироваться на сайте через интернет и все. И работать. А кому обратиться? 17 кабинет. Глазова Надежда Михайловна и Полякова Кристина Александровна. Два специалиста у нас занимаются приемом заявления. Сайт налоговый, наверное, многие уже пользуются личным кабинетом налогоплательщика. Он очень удобен. Заходят люди, смотрят платежи. И мы пришли к этому тоже так же, потому что, чтобы люди не стояли в очередях, чтобы узнать хотя бы свою задолженность. Расчатать квитанции. То есть там можно заполнить квитанцию. Совершенно точно определить КБК. У вас не будет ошибок в платежных поручениях. Много очень ошибок. Люди приходят, стоят в очередях, чтобы получить просто квитанцию на оплату. Зашел в интернет, пожалуйста, квитанцию распечатал, пошел оплатил. Не нужно обращаться в пенсионный фонд. Почему все-таки нужно недостаточно только регистрации на сайте, нужно еще какие-то документы брать? Почему вот так вот? В смысле, что вы имеете в виду? Вы говорите, в 17 кабинет прийти зарегистрироваться. Почему не Потому что конфиденциальные данные, мы не можем их разглашать для общего круга, скажем так. Законно-персональные данные. То есть мы можем подтвердить согласие свое на обработку персональных данных. Продолжение следует...